Это программа «Здесь и сейчас». Добрый вечер. Сегодня в области ввели штрафы для взрослых, которые покупают алкоголь детям. И это не единственный вопрос, который волнует областных депутатов. В нашей студии председатель комитета законодательного собрания по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи, молодежи и средствам массовой информации, ректор Ковровской государственной технологической академии, доктор экономических наук Елена Лаврищева. Елена Евгеньевна, добрый вечер. Добрый вечер. Напомню, что работаем мы в прямом эфире. Нам можно позвонить по номерам 32 43 22 и 32 62 33. Код города 4922. Елена Евгеньевна, я предлагаю познакомить наших телезрителей с работой комитета с таким длинным названием, объединившим так много направлений и социальные, и научные, ну и, конечно, информационные. Да, действительно, наш комитет очень многофункциональный, как мы видим. Но его состав, я считаю, достаточно профессионален для того, чтобы решать поставленные задачи, выполнять те функции, которые стоят перед нашим комитетом. И я, с вашего позволения, хотела бы о наших членах комитета чуть-чуть сказать. Поскольку это люди достаточно известные и давно работающие в той или иной области. Это Вячеслав Юрьевич Картухин, это директор филиала РАКС, Российская Академия Государственной Службы. Это директор школы номер 2 города Коврова Инна Евгеньевна Гаврилова. Это педагог Владимирской школы, это Вадим Анатольевич Серебров. Это известный во Владимирской области меценат, человек культуры и искусства, который поддерживает эту сферу. И не только поддерживает, но и является большим специалистом в ней. Это Павел Генрихович Антов. Это практик-журналист Людков Иван Игоревич. Это учитель истории по образованию Айван Павлович Алтухов. То есть вот такой состав комитета, который рассматривает все вопросы, касающиеся наших полномочий. И надо сказать, что все законопроекты, которые мы вносим на рассмотрение уже законодательного собрания, они одобряются, поддерживаются. И это, в общем-то, значимо для нас. То есть можно сказать, что члены комитета, сам комитет, слышат коллеги из других комитетов? Однозначно, потому что мы достаточно авторитетно можем обозначать свою позицию и говорить о тех законах, которые мы выносим на общее рассмотрение. С сентябрьских выборов 2018 года, которые так много, кажется, поменяли в нашей области, прошло почти два года. Вот какие значимые моменты в работе комитета в этом созыве вы бы отметили? Первое, с чего я бы хотела, наверное, начать, это вот именно подчеркнуть эту нашу многофункциональность. И задача основная, которую мы решили, я считаю, на сегодняшний день, это выстраивание взаимоотношений с исполнительной властью. Наш комитет взаимодействует с тремя департаментами. Это департамент образования, культуры, физической культуры и спорта. И три комитета. Я думаю, что ни у одного еще комитета нет таких больших связей именно такого функционала. Это тоже комитет по туризму, комитет по молодежной политике и комитет по общественным связям и СМИ. И мы не просто наладили с ними взаимодействие, а использовали все возможные способы этого взаимодействия и получение необходимой информации для принятия решений, которые именно значимы для наших избирателей. И здесь, в самом начале, так скажем, нашего пути, мы провели очень большое мероприятие, это депутатские слушания были организованы комитетом по проблемам поддержки ведущих спортсменов Владимирской области. И, конечно, я буду говорить не просто об этом мероприятии, а о тех результатах, которые мы получили. Ну, было, во-первых, большое сообщество. Это и спортсмены ведущие, и руководители федераций спортивных, и руководители муниципалитетов, ну и, конечно, депутаты, и представители исполнительной власти. Многие уже рекомендации, они исполнены. Повышенные стипендии спортсменам, участникам сборных команд, которые участвуют в олимпийских, паралимпийских, сурдо-олимпийских играх. Эти стипендии повышены почти в полтора раза. С 1 января 2020 года с 9800 рублей до 15000. Мы говорили на слушаниях о поддержке выдающихся спортсменов и их тренерах. И эта тоже рекомендация исполнена, причем тоже очень существенное повышение. Премия спортсменам, которые добились выдающихся результатов тоже на олимпийских и других играх, эта премия увеличена в 10 раз. С 50 тысяч до 500. Незабытые тренеры там с 40 тысяч до 400. То есть это результат. Результат общения всех участников этих депутатских слушаний и исполнительная власть приняла эту рекомендацию, и она исполнена. Мы провели круглый стол. Здесь основным нашим партнером был департамент по образованию. Мы знаем, что здесь тоже проблем достаточно. Но чтобы изучить эту проблему более глубоко, мы вот такое тоже совещание, круглый стол организовали. Оно называлось, вернее, было посвящено проблемам кадрового обеспечения образовательной деятельности. В этом направлении были найдены и обозначены новые пути, как можно привлечь кадры. Дефицит, он присутствует во многих школах, мы об этом знаем. Было тесное общение с директором педагогического института в ЛГУ. Обозначили, что желательно прохождение практик студентов на тех территориях, откуда они приехали, в Владимирской области. Таким образом, мы их можем, в общем-то, заинтересовать, остаться у нас. Использовать интернет-ресурс возвращения в профессию, который создан департаментом по труду и занятости. Но, общаясь, конечно, на эту тему, мы, хотели бы или нет, вышли на основную проблему, которую волнует все педагогическое сообщество, и не только в Владимирской области. Это существующая система оплаты труда, которая во многом и создает этот дефицит. Были тоже подготовлены эти рекомендации. И вот незадолго до этого круглого стола я участвовала в совещании, которое проводилось Государственной Думой по этой проблематике. И понятно, что эта проблема всероссийская. Решить ее за один день не представляется возможным. Но мне сейчас приятно отметить, что буквально в середине августа Комитет по науке и образованию Совета Федерации будет рассматривать предложения от Министерства просвещения по созданию единой системы оплаты труда педагогов. Понятно, что это чаяние всех. И мы, в свою очередь, свои рекомендации передавали Ольге Николаевне Хохловой и депутату Государственной Думы Игорю Николаевичу Егошину. То есть нас тоже слышали, но решали все вместе. Вся страна, скажем так. Мы проводили рабочие совещания. То есть, я говорю, депутатские слушания, круглые столы. Рабочие совещания, опять же, по проблемам образования, по финансированию этой деятельности. Опираясь на ряд обращений в Комитет, не перечисляя все, я остановлюсь на одном, которое уже тоже исполнено. Это было обращение от православных гимназий. Значит, их обращение состояло в том, что финансирование, которое они получают, не учитывался коэффициент удорожания образовательной услуги, зависящий от квалификационной категории педагога. На сегодняшний день у нас на рассмотрении в Комитете находится проект закона Владимирской области об образовании от департамента образования, где этот коэффициент в методике расчета звучит и представлен. Вот в теме образования в этом году возник неприятный спор, неприятность в нем в том числе в том, что вышел он в публичную плоскость, когда два уровня власти, властная власть и власть муниципальная, во Владимире делили полномочия, в том смысле, кто должен финансировать, оплачивать труд младшего персонала, технического персонала в детских садах. И спор завершен, как выяснилось, проблема дефицита денег, правда, осталась, потому что он бы не возник, этот спор, если бы на все хватало. Рабочая группа, так официально называлась, по совершенствованию межбюджетных отношений в ЗАГС-собрании, собиралась, вот она смогла найти решение этой проблемы, или вот она сейчас как раз в поиске? Ну, я являюсь, да, членом этой рабочей группы. Понятно, что основной посыл или стимул, который нами руководил, это нехватка бюджетных средств, бюджет муниципальных образований. Вопрос до конца не решен. И буквально сегодня мы на своем заседании Законодательного собрания утвердили рекомендации по исполнению бюджета 2019 года, рекомендации депутатов. И одно из таких рекомендаций – это продолжение работы по совершенствованию межбюджетных отношений. Безусловно, наша задача была в том, чтобы увеличить бюджеты муниципальных образований. Ряд налоговых поступлений мы передали из уровня областного на уровень муниципальный. Но в целом это, конечно, всю задачу не решает. Но и мы попали еще в условия пандемии, когда мы передали, например, 10% доходов от упрощенного налога. И мы понимаем, в какой ситуации сегодня находится у нас малый бизнес. Выплачен он в том объеме точно не будет. Да, конечно. Поэтому тут выпадающие доходы однозначно будут. Вот мы заговорили о социальной политике. Но это, в общем, уже другой комитет ЗАГС Собрания. Тем не менее, у вас тоже социальных направлений масса. Я предлагаю отвлечься на небольшую информацию, которую приготовили мои коллеги о том, как, надеюсь, в лучшую сторону изменится жизнь Владимирских семей. Во Владимирской области новые формы соцподдержки получат 3,5 тысячи семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями и 400 малообеспеченных семей. Среди новых форм сотрудничества – услуги кратковременного присмотра за детьми с инвалидностью, в том числе с привлечением волонтеров из числа студентов психолого-педагогического профиля. Также предусмотрено проведение реабилитации для детей с расстройством аутистического спектра и синдромом Дауна в домашних условиях. Ещё одна из новых форм поддержки – развитие пунктов проката для предоставления детям с инвалидностью технических средств реабилитации, не предусмотренных федеральным перечнем. Также станет возможным сопровождение семей, заключивших социальный контракт на развитие собственного бизнеса. Председатель областного комитета ЗАГС Собрания по образованию и науке Елена Лаврищева. В прямом эфире телеканала «Губерния 33». Елена Евгеньевна, о наказах избирателей не могу не поинтересоваться. Комитеты ЗАГС Собрания, в том числе комитет по образованию и науке ведёт работу с наказами, их собирают, аккумулируют депутаты, передают губернатору, передают в муниципалитеты, потому что не всегда избиратель понимает, чей вопрос, но его надо решить. В этом году через комитет уже знаю, что прошли десятки просьб, и не знаю, как на них сказался коронавирус, но догадываюсь, что как-то уж точно сказался. Какие это вопросы и насколько легко они решаемы? В основном вопросы я коснусь, безусловно, тех, которые касаются профиля нашего комитета. Это просьбы или наказы о софинансировании строительства школ, детских садов, спортивных сооружений. Всё то, что, в принципе, у нас включается ежегодно в бюджет, эти наказы утверждены, рассмотрены. Мы понимаем, что требуется определённое время для того, чтобы их все выполнить. У депутатского корпуса есть полномочия контролировать выполнение этих наказов, что и будет нами исполнено. Я хотела бы, пользуясь случаем, остановиться на одном из них, этот наказ исходил и от комитета, и учитывая в общем-то чаяние муниципальных образований, причём я хочу подчеркнуть, не одного какого-то, а всех муниципальных образований. Это о поддержке детских загородных лагерей. Мы понимаем, что не каждое муниципальное образование, во-первых, содержит этот объект, это социальная направленность, и мы должны это поддерживать, безусловно. У нас есть территории, как, например, город Муром, где пять детских загородных лагерей, ковров четыре, да, и есть районы, где просто такой инфраструктуры нет. Даже по Владимире меньше. Вот, поэтому, значит, и на публичных слушаниях бюджета 2020 года я выходила с инициативой, чтобы предусмотреть в бюджете поддержку муниципальных образований и в наказе сегодняшних, вот, которые мы утвердили, это есть. И надо сказать, что нам удалось доказать исполнительной власти, что это действительно важно, и нас поддержали в бюджете 2020 года на эти цели, на все муниципальные образования, которые содержат такие лагеря, 21 миллион предусмотрен. На каждый лагерь, у нас 21 муниципальный лагерь, вот миллион выделен. А что с теми территориями, где лагерей нет? Они будут отправлять детей в улучшенные лагеря соседей или получат шанс возродить свои? Ну, у них просто их нет строить заново. Ну, сейчас вопрос решался и так, так скажем, они или да, посылали другие территории, вот, но однозначно надо было это сделать. И даже с учетом ситуации, вот, коронавируса, то, что лагеря еще не работают, это не значит, что их не надо содержать и приводить в соответствующее состояние. Поэтому, я считаю, это тоже, в общем-то, результат. И еще прямо вот позвольте, поскольку мы эту тему на комитете вот подняли, нами оформлена законодательная инициатива о внесении изменений в федеральное законодательство, в два федеральных закона. Закон о гарантиях прав ребенка и об общих принципах местного самоуправления. Этими законами мы уточняем полномочия как субъекта Российской Федерации, как исполнительной власти. И говорим о том, что в статье обозначаем это, что имеется у него дополнительное право финансового обеспечения организации отдыха, чего ранее не было записано. А, соответственно, муниципальное образование им не только финансовое обеспечение, но и организация. Ранее в законе звучала просто организация. То есть это уточнение понятия. Вам, как человеку науки, не могу не задать вопрос. В этом году комитет и в целом областной парламент омолодил владимирских ученых. На бумаге. Конечно, повысив возраст этого понятия молодой ученый. Для чего это было сделано? Значит, это изменение в закон родилось не случайно. Да, действительно, потому что я работаю в ВУЗе. И любой ВУЗ руководствуется. У нас есть, безусловно, понятие молодой ученый. Мы руководствуемся распоряжением правительства, в котором обозначено, что молодой ученый – это молодой человек, кандидат наук, который до 35 лет. И доктор наук до 40. А в областном законе была другая трактовка. То есть, я считаю, это, так скажем, некорректная нестыковка этого вопроса. Это первое. Второе. Мы оказались, так скажем, в теме, поскольку сейчас опубликован проект федерального закона о молодежной политике, где сделано то же самое. И возраст, что ты к молодежи относишься, это возраст до 35 лет. Это не лоббирование каких-то интересов. Это просто… Это не для двух-трех человек сделано. Нет, это для всего сообщества. Во-первых, участники этого конкурса, этой поддержки, в основном это студенты ВУЗов. И ВУЗы, мы знаем, на нашей территории есть. К сожалению, за последние три года наблюдалась отрицательная динамика количества участников. И она, я думаю, одна из причин была вот в таком сниженном возрасте. Все-таки кандидаты наук – это немножечко более зрелым. До 35 лет – это нормально. Вот сегодня депутаты задумывались о безопасности детства. Сегодня в двух чтениях, по-моему, был рассмотрен законопроект областного прокурора о том, чтобы оштрафовать тех взрослых, которые продают алкоголь детям. Я знаю, что у вас была инициатива, причем она год уже как действует во Владимирской области, это изменение, точнее, дополнение в региональный закон о защите нравственности и здоровья детей, который тоже сегодня меняли. Детям уже год запрещено выходить в интернет в публичных местах во время, так скажем, позднее, около ночи. Тогда пресса Владимирская отмечала, что вот эта норма дублирует федеральную. Я признаю, что за год я не слышал ничего про эту норму, ни хорошего, ни плохого. Норма действует, она работает, она помогает защитить наших детей от чего-то нехорошего из глобальной пути. Значит, эта инициатива шла от нашей Молодежной Думы, с которой мы тоже, наш комитет тесно сотрудничает. Они несколько лет, начиная с 17-го года, изучали эту проблему. У них была большая аналитическая база, то есть родилась эта инициатива не на пустом месте. Мы ее поддержали. Федеральный закон, значит, дает полномочия областным органам законодательной власти для того, чтобы какую-то норму усилить. И я думаю, что те разговоры, которые были год назад, они больше основаны не на том, что идет дублирование. Мы ведь законодательное собрание, многие свои законы приводим в соответствие с федеральными законами. Это, в общем-то, одна из наших функций и полномочия. И здесь, в принципе, не исключение. А просто не очень было понятно, какие конкретно дополнения были внесены. То есть та норма, которая в первой статье, в первой части статьи третьей, в которую вносилось изменение, она как была, так и осталась. То есть вот этот комендантский час, он действует для всех до 17 лет. А до 18 только вот те организации, общепита и другие объекты, куда включили и интернет-кафе и клубы. То есть вот такое уточнение было внесено депутатами Молодежной Думы. Что касается, ну, если результат, значит, на сегодняшний день, ну, тут вот и это наша пандемия, да, отчасти нам тоже понятно, что кафе сейчас до определенного времени никто не посещал. Сегодня мы должны сказать, что уже утвержден новый состав следующего созыва Молодежной Думы. Мы их должны поздравить. И одной из задач, которая стоит перед ними, это провести уже мониторинг исполнения этого закона. Теперь о работе сферы культуры, но прежде небольшой сюжет. Днем 29 июня во Владимире загорелось здание областного академического театра драмы. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров. Пострадали зрительный зал, фойе и частично сцена театра. По предварительной версии, возгорание произошло из-за того, что рабочие не соблюдали технику безопасности. До сих пор ведется учет убытков. Подсчитывают потери и после крупного пожара в ДК имени Ленина в Гусь-Хрустальном. Всю ночь с 30 июня на 1 июля там пожарные боролись с огнем. Здание выгорело полностью. В прошлом году Гусевской ДК попал в программу развития и сохранения культуры Владимирской области. На ремонт выделили 17 миллионов рублей. На 12 из них провели капремонт кровли. Остальные средства потратили на механику сцены. Само здание в момент пожара находилось в процессе ремонта. После двух резонансных ЧП выяснилось, что имущество обоих объектов культуры не было застраховано. Вот после этих, другого слова нет, трагедий, депутаты областного парламента подняли важную тему. И она, правда, многих удивила. Учреждения эти, как и другие, не были застрахованы от пожара. Можно ли на областном уровне какими-то действиями депутатов подстелить соломки? Особенно учитывая, что в Гусеве у нас муниципальные учреждения, но не областного подчинения. И чтобы этот вопрос страхования решить. Мы этот вопрос обсуждали и на комитете своем, и с Олесой Михайловной Бирюковой. Безусловно, мы не могли коснуться этой темы. И на комитете по бюджетной политике. Безусловно, страхование, как один из методов снижения рисков, это есть такое. Но, видимо, стоит согласиться с позицией Олесы Михайловны, что у исполнительной власти, у бюджета области, первое, наверное, даже я неправильно немножко сказала, первое, что у исполнительной власти нет обязанности страхования всех объектов. Но такое право, безусловно, мы имеем, понимая свой опять бюджет. Все объекты застраховать одномоментно не представляется возможным. Но сегодня Олеса Михайловна говорила о том, что они будут, используя, так скажем, метод приоритетов, рассматривать и думать о каких-то конкретных объектах, которые требуют этой процедуры страхования. Если говорить о муниципальных образованиях, то тут мы, так скажем, смотри пункт межбюджетные отношения. Я просто, значит, поинтересовалась в городе Коврове, сколько бы нам надо было денег на решение проблемы, даже не страхования, а приведения в соответствие всех рекомендаций, предписаний пожарных органов. Это десяток миллионов, которых тоже нет у города. Поэтому здесь проблема, видимо, не только упирается в страхование, а еще для муниципалитетов, по крайней мере, в то, чтобы выполнять все предписания противопожарной безопасности. Что касается областных, здесь ответ Алиса Михайловна такой, что вот те объекты, которые мы сейчас смотрели, значит, они все отвечали всем требованиям. То есть это не помогло, к сожалению. Елена Евгеньевна, на этом вынуждены прерваться. Заходите к нам еще, я знаю, что будут темы для разговора. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, что смотрите наш канал. Завтра в этой студии большой разговор о вашем нашем общем здоровье. До встречи на губернии 33. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова